Медали и пакет с документами – это все, что Анастасия Ивановна смогла вынести из пожара. Говорит, что спасала только самое ценное. В то страшное для Хакасии воскресенье 85-летняя пенсионерка лишилась дома. Анастасия Ивановна вспоминает, как строили его вместе с мужем. Теперь на этом месте лишь руины и пепел. Пожар начался мгновенно. Пенсионерка оказалась одна в доме, заполненным дымом. Ей на помощь пришел местный участковый Евгений Кацин. Полицейский вместе с соседом Анастасией Ивановны вытащил ее из огненной западни. И дверь закрыта была, и это как, у меня уже в избе дым. Ну что же это делать-то? Куда, говорю, я стала сыну звонить. И вот тут забежал наш участковый. Ну и вот они меня взяли, я не могу идти. А вот так вот, как вот была, только другой халат был надет. И вот как вот мать родила. В охваченном пламенем доме находился газовый баллон. Участковый Евгений Кацин выбил окно, сумел вытащить его на улицу и предотвратить взрыв. Дом горел, а там у меня окошко, как в огород, как раз вот тут вот газ у меня стоял. И вот, значит, зашел наш участковый, внук, и вот он его, и это, как его, и вытащили этот баллон. А то бы еще этот баллон взорвался. Как еще вот они могли, а уже в избу зайти, уже нельзя было дым, это пламя было. А только вот окошко, баллон этот вытащили. Очевидцы вспоминают, сильный шквалистый ветер не оставлял шансов потушить огонь. От надворных построек он мгновенно перекинулся на дом. Но все же местным жителям, полицейскому и приехавшим спасателям удалось заглушить пламя и отстоять другие дома. Тушили, как говорится, всем миром. Благодаря жителям села и вот этим пожарным расчетам мы им не дали просто распространиться на жилые помещения. Кто-то, значит, поплавил одежду, у кого-то на ком-то поплавилось, еще что-то. Но, по крайней мере, мы не допустили человеческих жертв. Участкового Евгения Кацина в Багратском районе знает каждый. Для местных жителей полицейский настоящий герой. И неудивительно, ведь за пять лет службы в должности участкового на счету Евгения уже не одна спасенная жизнь. Буквально за несколько дней до пожара он спас оторвавшегося на льдине рыбака. Сам Евгений на громкие слова о героизме с улыбкой отвечает. Я просто выполняю свой служебный, а самое главное, гражданский долг. Любой бы на моем месте поступил в точности так же, любой из сотрудников полиции, я думаю, поступил в точности так же. Это, окажись, он первый на месте происшествия. Таких сотрудников, которые, рискуя жизнью, не задумываясь, бросались на борьбу с огнем, в Хакасии немало. В условиях ЧАЭС весь личный состав органов внутренних дел был поднят по тревоге. Глава МВД Хакасии Илья Ольховский лично выезжал и контролировал обстановку во всех проблемных районах республики. Хочу отметить высокую профессиональность наших сотрудников. Несмотря на то, что у нескольких наших сотрудников произошла так же беда, их имущество сгорело полностью, все сотрудники, в общем-то, выполняли до конца свой служебный долг. Они его выполнили на высокую оценку. Мы на усиленном варианте несения службы и продолжаем находиться. У нас около 100 наших сотрудников. Республиканское УВД выполняет свои задачи за пределами города Абакана, оказывает содействие территориальным органам внутренних дел, оказывает помощь в охране общественного порядка, не допускает фактов мародиоства и, самое главное, не допускает фактов поджигания, в том числе и травы, и в целом пожарной так называемой безопасности. И вместе с тем мы не остались в стороне от тех мероприятий, которые проводит в целом руководство республики. Это как и сбор пожертвования для наших граждан, перечисляемые за зарплаты, однодневный заработок. Проводим также сбор для сотрудников, которые пострадали от пожара. Наверное, сегодня самое главное, меньше искать какие-то недостатки. Сегодня самое главное, помочь тем людям, которые оказались в этой беде, помочь, чтобы почувствовали объединиться на этой беде. И самое главное, чтобы больше таких факторов не допускать. Кроме того, главный полицейский Хакасии подчеркнул, что все те сотрудники, кто проявил профессионализм и мужество при борьбе со стихийным бедствием, получат свои заслуженные награды. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!